В тюрьме бился до последнего. Вор в законе Юрия Пачуашвили, он же Пачуна смотрящим является криминальный авторитет, в перечне обязанностей которого входит разрешение спорных вопросов, конфликтных ситуаций между преступниками, поддержание на ведомой ему территории порядка и спокойствия. В течение нескольких лет эти функции в Ярославской области успешно осуществлял вор в законе Юрия Пачуашвили. Судимости и становление законником Юрия Пачуашвили родился 14 ноября 1949 года в городе Кутриси. Будущий вор в законе с самой юности мечтал стать влиятельным преступником, так как всегда в его окружении всегда были только грузинские криминальные авторитеты. В возрасте 20 лет был осужден за нарушение прав на ценные бумаги и попал в исправительную колонию на 9 лет. На этом его ходки не закончились. За правонарушение в тюрьме и на свободе его приговорили к уголовной ответственности в 1972 году на 8 лет, затем, в 1980 году на 10 лет, в 1984 году на 3 года. Юрию Пачуашвили, он же Пачуна всегда отличался дерзким и упорным характером. Он никогда ни с кем не считался и всегда устанавливал свои порядки. А если его что-то не устраивало, то он тут же пытался доказать свою правоту силой, вступая в борьбу с соперником. Однако бой не всегда оказывался равным. В ходе одной из драк, преступника ударили в левый глаз, из-за чего он утратил способность видеть на всю жизнь. В 37 лет во время отбывания 4 ходки он был коронован вора в законе. Жизнь на свободе на свободу в 1992 году Пачуна вышел уже с короной. Некоторое время он проживал в Грузии, затем понял, что в этой стране ему не удастся себя реализовать. Как и многие сороричи, он решил переехать в Россию, обосновавшись в Москве. В первые годы для него все складывалось удачно. Вор в законе стал участником местной преступной группировки под лидерством Фарита Резенова и совершал преступления со своими приятелями вплоть до конца 20-ти столетия. Но, после того как в 2000 году умер основатель мафиозного клана, Юрий Пачуашвили больше не пожелал жить в Москве и переехал в Ярославль. В провинциальном городе ему повезло больше. Здесь конкуренции в криминальном мире практически не было. Это послужило тому, что дерзкий и напористый вор в законе быстро дорос до смотрящего по городу, а позже и по всей области. За несколько месяцев ему настолько удалось расширить свои полномочия, что для разрешения спорных конфликтных ситуаций к нему обращались преступники из Архангельской, Вологодской и Костромской области, несмотря на то, что для проведения переговоров им пришлось проделать немаленький путь. Воспитание крестников вор в законе – это не просто статус, а один из представителей криминальной элиты, которую нужно продолжать. Именно поэтому в его обязанность входит передача собственного опыта из поколения в поколение. Но, Пачуна не столь активно воспитывал себе крестников, так как на его пути появилось мало тех людей, которые бы были достойны такого статуса. Первым, кто смог заручиться его поддержкой стал Александр Загороднев, криминальный авторитет родом из Челябинска, известный по прозвищу Хариак. Еще одним человеком, который вызвал у него доверие, стал Коростыль. Смертью каждого законника есть враги. У Пачуны, обладающего своенравным суровым характером, было их множество. В основном, ими были представители грузинского мафиозного клана. В Ярославле законник проживал с женщиной в гражданском браке в поселке Текстиле. 31 декабря 1994 года он вышел из дома вместе с ребенком своей возлюбленной и направился к своей машине. Но, уехать в нужном направлении не удалось. Навстречу к ним вышли два человека, которые расстреляли и самого Юрия Пачуашвили и идущего рядом с ним подростка. От полученных ран вор в законе скончался на месте. А вот за жизнь юноши боролись врачи, но спасти они его не смогли. Расследование преступления выявить преступника оказалось просто. Главным свидетелем убийства стал начальник отдела уголовного розыска по фамилии Рыжов, проживающий с жертвой в одном доме. Перед новогодней ночью он решил на улице выбить ковры и в этот момент стал свидетелем расстрела. Так как убийцы действовали без масок запомнить их лица, и найти по горячим следам оказалось несложно. Но, на самом деле все оказалось совершенно иначе. Мужчинами, совершившими смертельный выстрел, оказались профессиональные киллеры Руслайн Промников и Равиль Шайдулин, оба они имели отношение к Рязанской обкой Рапетовской и выполняли распоряжение ее лидера Виктора Рапетова. Но, из-за сходства во внешности с одним из них, Рыжов указал на местного киллера по имени Салавату Мурзаков, который не задал год до этого по заказу женщину убил ее возлюбленного. После выяснения обстоятельств, его срок наказания был уменьшен, но на свободу он так и не вышел, был найден повешенным в собственной камере. Что именно не поделил лидера Рапетовских и Ярославские смотрящие до сих пор неизвестно. Настоящих виновных этого преступления приговорить к ответственности так и не удалось, так как Промников вскоре был убит, а Шайдулин подался в бега. Сам же Виктор Рапетов, чтобы избежать наказания, инсценировал собственное похищение и убийство, а тем временем, переехал жить в другую страну, сменил гражданство и фамилию. Уважаемые читатели, помогите увидеть этот пост большему количеству читателей. Ведь если его не лайкают и не пишут комментарии, алгоритм прекратит показы. А мне очень хочется, чтобы то, что мы пишем для вас, до вас доходило. Спасибо. И не забывайте подписываться на наш канал.